запись пошла здравствуйте дорогие зрители здравствуйте дорогие слушатели здравствуй дорогой алексей всем огромный привет кто нас видит кто нас плохо точнее плохо видит хорошо слышит и занимаются своими делами нужными для семьи и для общества ну что сказать в прошлый раз я не могла выйти с алексеем поговорить как не могла просто тут у нас были выборы понимаете да я тут была вся на нервах и все ой скажу тебе откровенно это такой вот знаете же такой испанский стыд вот вот это я уже испытала на себе вот этот испанский стыд это когда знаешь вот эти отключения отключения сайта да этих избиркома он там раз на полчаса упал второй раз на полчаса упал он включился там сразу такой такая цифра была красивая потом вот это ночное голосование потом голоса типа а-ля диаспоры знаешь из-за рубежа которые подъехали а это был огромный ну хотя я знаю настроение диаспоры там они они не настроены сейчас не про европейские я же общаюсь с теми кто там остался не за мою григорьевну понимаешь абсолютно они там не настроены поэтому ребята в этом цветочном заду барреля то происходит какие-то очень странные вещи мы еще на прошлом на прошлых наших выборах это поняли я это поняла пошлия сама была диаспора да вот когда голосовали за мая григорьевну тот момент страшнейший италия дала больше всего голосов так вот в италии на тот момент были страшнейшие ограничения по передвижению просто невозможно было выйти не то что со своего города выехать со своего региона вот у тебя ну не вернее там сначала регионы потом города со своей со своего как это называется короче 100 метровая зона понимаешь вот вот так вот были ограничения вот настолько в передвижениях туда еще не было гринпаспортов от этих вот тачи прививок не было тогда прививки были только у врачей остальные еще не могли передвигаться люди свободно понимаешь и тут такое количество голосов дает италия когда мы из дому выйти не могли не то что до избирательных участков дойти понимаешь а это надо было ехать другие города но пока бы не В Рим надо бы ехать, еще куда-то. Я даже пыталась выяснить, кто-то, может, везет, кто-то организовывает, знаешь, там, что-то были какие-то вбросы. Нет, нигде ничего, ты понимаешь, никто не возил, ну, то есть я не могла, или вот я не могла найти. Может быть, я неправильно ориентирована была, я не знаю, но неважно. Сам факт того, что сейчас это было еще хуже, понимаешь, это было еще, ну, еще ужаснее выглядело. Я не знаю, честно, ну, подписала себе Молдова приговор. Вот мы сейчас в деревне здесь ходим, знаешь, люди ко мне все время, мои местные, вот эти вот деревенские, они как бы, знаешь, есть вот в деревне, есть интеллигенция, вот, которым, ну, апеллируют. Но так как я из города, они считают меня, вот, ну, как бы умной, да. И вот они мне спрашивают, что, Аня, что будет? Я им начинаю рассказывать, я говорю, ребят, что будет? Мы свой нейтралитет, вот просто вот то, что мы проголосовали, мы же проголосовали за изменения в Конституцию, понимаешь? То, что сделала Украина перед войной. То есть мы сейчас свой нейтралитет. Да иди ты, подожди, посмотри, с наушниками играй, иди отсюда. Вот, мы свой нейтралитет отдаем сейчас, ну, вычеркиваем из Конституции, вписываем туда стремление в НАТО, ну, то, что сделал тогда Порошенко, да, без референдума, даже на Украине он сделал. Вот, и тогда Россия нас считает не нейтральным государством, а враждебным государством. Потому что мы ходим в НАТО, а в НАТО написано, что Россия для НАТО вражина, понимаешь? И, значит, и мы автоматически становимся для России вражиной. И теперь без зазрения совести все калибры летят туда, куда они хотят, понимаешь? Уже никто ничего, то есть уже даже международное сообщество ничего не скажет, потому что, ну, мы сами подписали себе приговор, понимаешь? Ну, на Россию там, ну, поругаются, ну, опять выйдет очередная озабоченность какую-то. Это какой-то кошмар. И самое, знаешь, что самое вот обидное, то, что люди, которые уехали, да, они за европейскую интеграцию там голосуют, ну, за НАТО, за вот эту всю фигню. А люди, которые здесь внутри и которые могут попасть под этот, ну, под этот огонь, да, они совсем по-другому мыслят. Я вообще не понимаю, что вот эти вот демократические процедуры голосования, почему должны голосовать люди, не живущие в стране, вот этого я не понимаю. Понимаешь, да, есть какие-то там дипломатические работники, да, там еще кто-то, ну, тот, кто представляет страну на выезде, да, они могут голосовать, понимаешь? Ну, те, кто свалил отсюда нафиг совсем, у кого есть там другие гражданства какие-то, виды нажительства, еще что-то в других странах, и которые не планируют сюда вызвать, почему они должны голосовать? Что за демократия? Это не демократия, понимаешь? Это какой-то уже кистень, я не знаю. В одной стране мы открываем участки, да, допустим, в той же Европе, а в России наши люди, что они? Второго, третьего, пятого сорта, это такие же наши люди, но там никаких участков не открывалось, понимаешь? Там два-три участка на все это самое, чтобы не сказали, что не было, понимаешь? И это какой-то кошмар, но, а с другой стороны, я смотрю на грузин, знаешь, вот пока похлебалу не получили, ума не набрались. Вот, может, нам тоже стоит похлебалу получить, понимаешь? Вот и мне так кажется, вот уже я прихожу к такому выводу, понимаешь? Что стоит получить, наверное, похлебалу, чтобы наша элита напряглась. Потому что это не от людей зависит, люди, сам понимаешь, что такое люди в электоральном процессе. В общем, все сказала, я в шоте, честно, вот. Ну, грузины молодцы, конечно, дай бог вам, это самое, ума, дай, как говорят украинцы, дай бог вам на розум, да? Очень хотелось бы, чтобы и Молдаванам тоже пришло понимание розума. Ну, и плюс наши вот эти, блин, красавцы тоже у нас есть, блядь, пропагандисты, и на моем канале в том числе они были, и бывший наш Додон, красавчик, знаешь, игнорировать референдум. Ты знаешь, сколько народу не пошло, не проголосовало, а это электорат, ну, который против, да, однозначно. То есть, если они не голосовали на референдуме или портили бюллетень, то это люди, которые против. И вот, а их голоса не учлись, потому что некоторые пропагандисты игнорировать, понимаешь? Понимаешь, на кого вы работали, черт бы вас драл, блин, вот так я вам скажу. Вот, ну, если ты уже понимаешь, что тебя слушают, если ты уже вышел в какой-то тот же Додон, там, и многие, да, кто к этому приживал, не буду называть фамилии. Если ты уже понимаешь, что ты вышел на медийку, что тебя слушают, ты в телевизоре, ты везде, и ты призываешь не голосовать, но на кого ты, собака, работаешь, понимаешь, призываешь игнорировать, ну, это, ну, блин, короче, я вот немножко в шоке, если честно. Очень в следующий раз буду сильно выбирать спикеров. Ну, в общем, вот все мое, как говорится, мнение, вот это все, что я сказала. Следующий у нас второй тур, тут тоже опять начинается, вот, не признавать первый тур, давай туда им, давай сюда им, какую-то хрень несут, игнорировать второй тур. Опять голоса, понимаешь, начинают открывать рот и говорят, игнорировать второй тур. Ну, вы уже референдум проигнорировались, да игнорировались уже референдум, понимаешь, так же второй тур будете игнорировать, а вот пойдет майка там плясать своей, спидныцей крутить. В общем, все, сказала, вот, ну что, Брикс, красавчики, понимаешь, смотрела я на Брикс, Леша, и практически плакала. Вот сижу я, а, моя подружка в Крыму, Светка, привет, не знаю, что она слушает, звонит мне, пишет, Таня, я, говорит, сижу, реву после этих выборов, неужели вы с тобой больше никогда не увидимся, знаешь? Я сама сидела, ревела, ну вот как, можно вот так, а это же, это моя подруга, а сколько у нас семей таких? У нас семьи вот так, вот в России половина там, понимаешь, половина здесь. На могилы не приехать, родню не увидеть, не похоронить, не полечить, ничего невозможно, и деньги отправить уже, знаешь. Ну, едут, конечно, через пол Европы там, но сейчас еще больше гайки прикрутят, понимаешь? И это, блин, ну это, я не знаю просто. Смотрю я на этот Брикс и думаю, ведь могли же сидеть за этим столом Брикса, понимаешь? Могли сидеть со странами, развивающимися, у которых есть перспективы, у которых рынки там, я не знаю, причем там продовольствия всегда не хватает, а мы же, у нас продовольствия же всегда много, понимаешь? И страны Брикс, которые готовы схавать все, что вырастет, понимаешь? Мы черноземная страна, прем туда, где этого продовольствия жопой живи, понимаешь? Вот, ну вот какие дебилы, вот каким дебилом надо быть, вот скажи мне, чтобы вот это... Могли бы сидеть рядом со всеми на Бриксе, большинство, понимаешь, были бы в большинстве, а так в цветущем заду Борреля сидим, блядь, нюхаем. Ой, все, Леша сказала, продолжай ты теперь. Ну, что я хочу сказать. Ну да, феерическое было зрелище. Самое интересное, что для всех было абсолютно понятно, что демократия это жульничество, это хроническое жульничество, это приватизация власти и национализация убытков и рисков, которые все это приносит. То есть небольшая кучка приватизировала власть, а отдуваться будет весь электорат. Причем голосовал, не голосовал, значения не имеет. Проигнорировал, какая разница, полная жопа огурцов все равно тебе обеспечена. Плюс, ко всему прочему, было понятно, что это сплошная фальсификация. Что на американских выборах, что на этих выборах, что, судя по всему, по всей Европе все то же самое. То есть, с одной стороны, даже где-то хорошо. Потому что вся эта сказка о демократии, в которую наши эти либеральные придурки верили, и с соплями, знаешь, на устах всем рассказывали, как это все розово чудесно и пахнет фиалками из жопы. Сейчас для всех абсолютно очевидно, что западный вариант демократии... Можно я два слова? Все, я больше не буду перебивать. Найдите на ютубе Варламова и посмотрите его последний ролик про Калифорнию, какой-то город у него, короче, про Америку. Ну, что тебе сказать? Вот он ходил по России и снимал российскую, скажем так, гэ. Ну, вот, находил там где-то что-то, оршарился, да, искал... Негатив. Негатив, да, вот этот вот он ходил по России. Но я тебе скажу так, тот негатив, который он показал американский, вот он не смог даже выковырять из, ну, из черт знает откуда, понимаешь? Он не смог в России такого найти, что творится в Америке. Это просто жесть. И я так понимаю, что товарищ Варламов работает на электорат Трампа, на русскоязычных Америки, которые должны голосовать за Трампа. Ну, то есть он на Трампа работает. Это было вообще... Я смотрела с удовольствием, кстати, этот ролик. Ну, я давно его не смотрела, знаешь, этого Варлама. А тут скинули мне в чат, я пошла посмотрела. Так ржала, ты себе не представляешь. Ну, такая же, сука, свинья продажная, понимаешь? Ну, такие гадины, блин. Ой, ладно, все, поехали дальше. Слушай, ну, с другой стороны, в общем-то, все хорошо. Понемножку весь этот флёр вот этого вот маразма и морока, который нас посетил в 90-е, но со стороны Запада, он уже ушёл в туман. Я не знаю, кто-нибудь верит в либеральные ценности, в демократию, свободу слова, отсутствие цензуры, ты знаешь, свободные выборы, не фальсификация, не карусели. Здесь настолько явная фальсификация, просто, ну, для всех очевидно. И когда вот этот выбор ещё примет Европа, это, можно считать, последний гвоздь прямо в гроб европейской демократии. Никто в это уже не верит. Даже самые, знаешь, заштатные либералы, блядь. Ну, ладно. Переходим с тобой к интересной эпопее под названием Брикс. Значит, я бы скажу своё мнение, потом ты своё. Потом мы консолидируемся или подерёмся. У нас будет какой-то, знаешь, может быть, дискуссия. А может быть, мы с тобой скажем, какие мы молодцы, и будем следующие темы обсуждать. Итак, моё ощущение, что да, как вот я предполагал, честно говоря, что никаких таких фундаментальных документов там подписано не будет. Но это не значит, что эта встреча оказалась пустой или просто говорильней. По сути, она была очень знаковая. Почему? Потому что они продекларировали все цели, которые Брикс ставит перед собой. Если все эти цели прочитать внимательно, то практически можно со стопроцентной вероятностью сказать, что все эти цели соответствуют интересам основной 90% стран планеты Земля. Это глобальный планетарный план нового мироустройства, где, скорее всего, за скобки, будет выноситься коллективный колониальный Запад, западное меньшинство. Практически они показали, как они будут перехватывать управление у коллективного Запада и какие структуры будут созданы для того, чтобы коллективный Запад не мог дальше манипулировать всей планетой в целях своего поганого обогащения. Очень интересный пункт это было то, что создание, ну не создание, а начало кредитования стран нуждающихся и различных проектов этих стран. Потому что через кредитование Запад, в общем-то, и снимал все сливки. Он как бы, так называемый, скальпинг, да, он снимал все вкусности со всех стран. Когда Запад имеет возможность контролировать свои биржи, он контролирует эмиссию, контролирует информационный поток, который влияет на биржевые котировки, плюс он контролирует всю статистику мировой торговли, у него все инструменты для создания мини-кризисов, которые позволяют любые страны вводить в состояние неплатежеспособности, ну, скажем, или преддефолтные состояния. И в этой ситуации можно очень легко всех грабить. Схема очень простая. Отработан еще в 95-м году на этих, на азиатских тиграх. Кто там, Таиланд, Индонезия, Филиппины, кто там еще, Сингапур, по-моему, еще какая-то страна. Там пять стран были, которые начали в 95-м году, а нет, в 90-х годах начался сумасшедший рост промышленности и так далее, и так далее. Рынок растет, кредитование очень дешевое, проценты маленькие, Запад, соответственно, дает финансы, люди кредитуются под будущие потоки, потоки вроде все прогнозируются, все рейтинговые агентства рассказывают, что все будет очень хорошо, люди берут кредиты, под эти кредиты закладывают свои производства и много-много-много-много чего. А потом это коллективный Запад делает искусственный небольшой кризис, такой регионального масштаба, все обрушиваются, и все залоговые имущества переходят тому, кто давал деньги. То есть вот такой вот скальпинг, то есть ограбление. Причем ограбление не в масштабах какого-то предприятия или отрасли, в масштабах сразу регионы. Шикарная схема. Работает, кстати, она работала много раз по разным схемам, иногда по отдельным странам, иногда по отраслям. Все в зависимости от интереса. Так вот, как только кредитование идет не через Запад, сразу ломается схема вот этого вот ограбления. И там таких позиций очень много, очень интересных. И они, что сказал Брикс? Первое, страхование. А, первое, кредитование своих. И как раз они там и написали для того, чтобы минимизировать риски будущих финансовых кризисов для развивающихся стран. Что такое они сформулировали? Все правильно. Потому что кризисы маленькие региональные создает Запад специально. То есть они мошенники. А вот дальше, соответственно, страхование. Самые большие деньги, оборотные деньги, находятся у страховых компаний, пенсионных фондов. То есть это сразу тот финансовый мешок, который дальше, в дальнейшем будут вкладывать деньги вот в эти кредитные продукты. То есть они прям системно подходят. Потом дальше, ну, страхование. Дальше, соответственно, страхование еще и морских грузов. Как только морские грузы переходят от компании Lloyd, которая сейчас уже контролирует всего, по-моему, 64% страхования, а у нее буквально еще три года назад до СВО было что-то под 90. Они сразу теряют статистику. Они теряют торговую статистику. Кто, куда, в какой цене, в каком объеме, что привез. Это инсайд. На этом инсайде можно делать сумасшедшие деньги. У них сразу вымывается информационная составляющая, из всего этого прочего. Ну и так далее. Там вот, если посмотреть, они много. Там даже патентное право они захватили. Потому что Запад иногда патентное, западное патентное право, оно достаточно монопольное. И поэтому, если Запад имел возможность не только создавать эти патенты, он и имел возможность финансово скупать их по всему миру, а дальше, имея монополию на какие-то патентные интересные плюшки, а еще он создавал патентов вокруг этих патентов, чтобы нельзя было никак перехватить, то дальше он начинал контролировать технологическое развитие стран. Так вот, если патентное право переходит под контроль Брикса, то у Запада этот инструмент тоже уходит. А это инструменты технологического развития. То есть, вот это все, там надо смотреть, я не собираюсь перечислять все, все могут посмотреть. Но общая мысль такая, которая пришла, и как бы она подтверждается тем, что другие тоже анализируют, это комплексный план развития и укрепления большинства планеты так, чтобы в этом плане не было этих жуликов. То есть, это перехват управления от коллективного Запада. Программа очень интересная. Следующая позиция, здесь наши некоторые там, кто-то даже из известных спикеров сказал, ну вот, типа, должны были проводить этот саммит в Бразилии, но, типа, никто не хочет брать на себя этот саммит, но Россия сказала, возьму, типа, я, пусть будет у меня. Это идиотизм. Ребят, этот саммит, он как бы принципиальный. Вот сейчас обозначили то направление движения и те заманухи для всех стран планеты, которые дальше, вот это объединение, ну, пока еще общественное, политическое, да, впоследствии, наверное, будет еще и военно. Будет осуществлять. То есть, он знаковый. Раз. Второе. Бразилия отказалась не просто так. Они, это когда у нас последний с вами был, по-моему, два года назад, да, вы там в ЮАР или что-то такое, Путин туда не полетел. И все поняли, что есть риск, что одна из основных стран Брикса не сможет прилететь в Бразилию. Тогда рейтинг, ну, немножко падает. Раз. А с другой стороны, если эта страна не прилетела туда, значит, получается, как бы ее руководитель опасается, то есть, значит, уже более слабая оппозиция. То есть, как бы, огромная агломерация стран, не здоровенная, да, по количеству, по ВВП, по численности, по земле. И тут она чего-то опасается. Это не очень хорошая оппозиция. Поэтому два года назад уже, судя по всему, было принято решение, что саммит пройдет в России. Тем самым сделали, ну, глобальную, как бы, поддержку Российской Федерации. Первое. То, что они побоялись прилететь в Россию, по которой прилетают ракеты. Второе. То, что показали, что, ну, грубо, половина планеты, ну, плюс-минус, половина планеты Земля, всей планеты Земля, в общем-то, не считает Россию изгоем. Два. Третье. Основные все речи и встречающей стороной была Россия. Три. Понимаешь? И плюс ко всему прочему, они показали, что, ребята, а ваше мнение о том, кто такая Россия, вот это глобальное большинство не сильно волнует. То есть, это был хороший шаг, просто изумительный. Но нюанс. Он же был спрогнозирован два года назад. И два года назад уже понимали, что надо сделать именно в России. Что вот эта конфликтная ситуация между Западом и глобальным Югом, вот, она должна показать о том, что глобальный Юг основного актора вот этого конфликта поддерживает. Что мы, в принципе, и увидели. На Западе сейчас по носу золотуха. Что бы, еще бы я хотел здесь сказать... Чтоб они уже обдристались. Ну, они дристают нормально. Что ты, посмотри, как они там пишут. Они сквозь зубы, в общем-то, все это написали. Все, что я сказал, они это написали. Ну, в том или иной интерпретации. А потом, ты знаешь, что здесь нюанс-то все сейчас начинают понимать, что любая вот эта политическая система, ну, Запад, да, коллективный Запад. Ведь мы, это известная старая поговорка американская, да, что если шериф не может настоять на своем решении, мнение этого шерифа никого не интересует. Поэтому у шерифа должен быть большой пистолет. Большой пистолет Запада и Соединенные Штаты Америки. А какой большой пистолет есть у БРИКС? И вот сейчас все видят, что это Россия. Ну, Китай никогда ни с кем не воевал. Армия большая, но непонятно. Индия-то вообще, достаточно посмотреть, как они там, у них артиллерийские стрельбы, ты не видела? Есть видео такое, очень популярное. Артиллерийские стрельбы, показательные в Индии. Не видела, нет? Я тебе рекомендую. Ты знаешь, это, блин, это танцы с плясками, танцы с плясками, там шоу, блин, в общем, такое не придумать. То есть там на последнем... Индийское кино, помнишь, Чуть Шестра. Да-да-да, там и песни, и все, там, ты знаешь, вот эти артиллерийские, там, бомба. Ты знаешь, вот на последнем месте, вот цель этих стрельб было, это выстрелить. Основная цель была подойти к орудию, развернуть его, сделать всякие там какие-то перетрубации ногами, руками. Все это красиво, с песнями, плясками, а вот я не знаю даже, выстрелили они из него или не выстрелили. То есть это вообще вторичная, там, какая-то десятая цель в восьмом ряду. Это выстрелить из пушки. То есть Индия сама по себе страна интересная. Там бюрократия жуткая, там вот эта вот кастовость, вот эта вот жуткая кастовость, она создает огромные проблемы между вот слоями управления. То есть Индия страна, которая развивается за счет количества, очень небольшая часть населения, судя по всему, находится на каких-то передовых, как бы, направлениях технологических, а основная масса это жуткое-жуткое болото. Ну ладно, не суть, я не про это. Я о том, что практически для Брикса, кроме российской крыши, другой крыши нет. И здесь, знаешь, Арестович, что-то здесь, у него что, Люси Арестович, он же парень веселый. Он парень умный, но он юрист, понимаешь, поэтому он не мудрый. Потому что юристы они умные, но не мудрые. А там же, ну я напомню, кто себе вдруг не знал, что считается, есть такая, знаешь, как бы, три стадии. Первое, глупый не знает, как решить проблему. Умный знает, как ее решить. А мудрый не знает, как в нее не попасть. Так вот, у юристов, у наших юреев, у них все время доходит до проблемы погромов. То есть, получается, несколько тысячелетий, разные социальные слои, разные политические устройства и так далее, и так далее, все равно везде они заканчивают погромом. То есть, у них не хватает мозгов не влезать в эту проблему. Они всегда в нее, на эти грабли наступают, там, две или три тысячи лет, сколько они там это делают. Ну ладно, я немножко о другом. Суть в чем, что здесь недавно Арестович с таким, ну они все с пренебрежением, они с этой маленькой бедной страны, нищей, которая находится на паперте, вот, они очень с большим опломбом. У них, чем ниже они падают, тем больше у них гордость. Потому что гордость, это ресурс абсолютно бесплатный. Ничего не нужно быть для того, чтобы быть гордым. Достаточно сказать, слава, значит, руине, и все, и все, значит, гордые, потому что слава. Ну, в этой ситуации, ну, с таким же точно обломбом, он начал рассуждать о том, что вот, россияне-балбесы, они для Брикса, как баран, пробивают ворота в этот новый запад, ну, то есть, ворота западного мира, для того, чтобы сделать их там свободными, дальше, они, в запад, Брикс, то есть, развалив запад, они создадут для Брикса условия для развития, и этот баран тупой, который за свои счеты, своей кровью дело ломает этот забор, это Россия. Я сижу и думаю, блин, ну, Люся, понятно, что ты парень веселый, но моста надо включать, потому что, если есть конкуренция двух систем, и у каждой конкуренции должен быть большой пистолет, иначе ваши хотелки, пыхтелки, свистелки, перделки никого не интересуют, вы можете хотеть все, что угодно. Если вы не можете настоять на своем решении, заставить его исполнить, а это большой пистолет, то у вас ничего нет. И если в данной ситуации у Запада это Соединенные Штаты Америки, то у Брикса это Россия, то дальше ценность каждого ресурса, она оценивает, ну, то есть, анализ ценности идет через проблему изъятия, ну, то есть, через процесс изъятия, то есть, если мы из Брикса в это уберем, например, Индию, будет трагедия для вот этого объединения, ну, будет тяжело, наверное, да, большой рынок упадет, или там Южную Америку, ой, Южную Африку, или Бразилию, ну, да, проблема, даже Китай, если будет, да, будут проблемы, но он не развалится, потому что цели, которые его объединяют, они глобальные, к уронитарного масштаба, с дистанцией там на 100 лет вперед, а может быть и больше. А вот если из Брикса выбросить Россию, она лишится большого пистолета, и все хотелки Брикса дальше будут пресекаться большим пистолетом под названием Соединенные Штаты, и ему противопоставить нечего. Вот в чем дело-то, и получается, что вообще-то краеугольный камень в любой вот такой вот ситуации, когда есть конкуренция с ребятами, без мозгов очень жестокими, и не побоюсь этого... Татьяна, ты зави... Вернулись, 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 Леша, вернулись. Татьяна, вернулись, да? Леша, зависали, вернулись. Вот, в общем, тормоз... Да, слушай, вот тормоз западного садизма, кто может тормозить западный садизм или западный большой пистолет? Только Россия. То есть, если Россия выбросит из системы, система Брикса обречена. Их будут рвать, как тузик-грелку, в хлам. Причем в кровавый хлам, в клочья. И ничто они не смогут противопоставить. Поэтому, когда Люся там что-то говорит, ну, понятно, что он парень веселый, но все-таки голову-то надо включать. Он все-таки говорит на русском языке. Говорил бы он это на украинском для этих несчастных, несчастного больного народа. Да и хрен бы с ними, на них там, у них дыра в голове, у них там все влетает. А если ты говоришь на русском, надо все-таки как-то включать мозг. Должны быть какие-то мысли такие адекватные, логически обоснованные. Ладно, здесь вопрос, опять же, недавно возник по поводу Брикса. И начали обсуждать там КНДР, там, ты знаешь, что может сделать эта Корейская Республика. Потом будут ли сейчас обсуждать, будут ли ее принимать в Брикс. Судя по всему, пока нет. А вот, потом, соответственно, дальше начинает со стороны украинцев, что, а что там это украина России, что этот Брикс, клуб по интересам, вот, ну и так далее, и так далее. И потом я смотрю какого-то спикера, и он там рассказывает какую-то вещь, что, типа, россияне ничего из себя не представляют, как боевая единица. Вот они воюют с этой Украиной несчастной уже столько лет. Типа, и страна не самая богатая, и хоть и армия там была самая большая в Европе, но все равно третий год пошел, что-то у них ничего не получается, а вот им там наваляли, то есть русским имеется в виду. А я сижу и думаю, блин, ну, во-первых, очевидно, что мы воюем с НАТО, это как бы, понятно, весовая категория. А с другой стороны, ребята, а к 22-му году, а кто на планете Земля имел боевой опыт, сопоставимый с российским? Вот кто на планете Земля к 22-му году участвовал в какой-то серьезной войне? Ну, за последние 10 лет. Даже если взять последнюю войну иракскую, где воевали американцы, ну, эта война достаточно смешная. Она смешная почему? Потому что основная, в общем-то, боевая сила иракской армии, она была просто куплена вместе с генералами. Там, по-моему, у них единственное, кого они не смогли купить на 100%, это была система ПВО. И эта система ПВО положила там огромную кучу самолетов этих американских. Кстати, именно в иракской компании пропали все самолеты F-117. Вот эти вот такие треугольники черные летали, очень модные были в 90-х годах, там и фильмы про них снимались. И по статистике американской армии они все проходили, там их было, я не помню, то ли 18 штук, то ли 20. Но это самолет из Телс, это самое-самое современное, что было на тот момент у американцев. И они по американским всем этим статистике, они прошли как сломанные. Хотя были сбиты, но не эти, а другие самолеты были сбиты. И потом выяснилось, что, оказывается, в структуре американской статистики есть нюансы, ну как в любом деле. Так вот, если самолет улетел на задание и не вернулся, и нет стопроцентного подтверждения, что его сбили, то есть никто не видел, как он упал, взорвался и так далее, а там же ландшафт достаточно такой сложный, то этот самолет считается сломанным. В течение года он считается, как, а нет, как-то у них сначала статистическая такая таблица идет, что он типа пропавший без вести. Если до этого в течение года нет подтверждения, что его сбили, то он переходит в состав и проходит по статистике как сломавшийся, то есть неисправный. То есть, понимаешь, самолеты улетели, не вернулись, но их не считают сбитыми. Их считают, что они неисправными. И вот таких вот хрени статистического американцев там очень много. Я помню, что еще тогда, когда общался с людьми интересными, и они рассказывали, что когда началась эта иранская война, у нас там стоял один маленький корабль, специально обученный, и они снимали телеметрию с американских авианосцев, со всего основного прочего, и все переговоры их тоже слушали. И они сказали, мы были в шоке от того, какое огромное количество было неудачных пусков ракетных, и особенно крылатых ракетных. Сколько там было потерянных вот этих вот девайсов, самых современных, и которых мы очень сильно боялись. Ну как, мы опасались. То есть американская авантюра, ну то есть война в Ираке, она была достаточно смешная. Там даже если вспомнить о том, что танковая рота там шла 200 километров в две недели по шоссе хорошему асфальтиру, когда против них никто не стрелял. Только так шла так долго, только по той причине, что через каждые 20 миль они останавливались и промывали воздушные фильтры на двигателях танков. Ну что они быстрее идти не могли. То есть там много-много нюансов. Я к чему, что после Иракской войны, в принципе, у коллективного Запада не было ни одного военного конфликта, сопоставимого с тем, что было, например, даже в той же Сирии. Вот сирийская эпопея, сирийская эпопея, нормальная такая, партизанская там, диверсионная, я не знаю, локальный, региональный конфликт с влечением огромного количества стран, где, в принципе, применялось почти все. Во всяком случае, со стороны сирийцев, то есть нас, и очень многое со стороны вот этих ребят. Я к чему это говорю? О том, что за последние 10-15 лет ни одного серьезного конфликта, да можно считать, за последние 20 лет, где западные военные силы могли бы себя проявить, практически нет. Единственная страна, которая имела постоянный боевой опыт разного качества, это Россия. В Чечне это антитеррористическая деятельность, да, соответственно, спецподразделения, там, ну, вертолеты, соответственно, наверное, какие-то точные там боеприпасы, соответственно, вся оперативная деятельность вот в предполе, да, Чечни, одинок. Потом дальше Грузия, 08-08-08. Да, это более-менее комплексная операция, уже там была авиация и тяжелая техника, и бронетехника, и ведение войск, да, оно прошло там 5 дней, и, соответственно, еще там до зачистки осталось еще, ну, грубо, за 10 дней. Да, наши это спустили на то, что мы были... Случайно получилось, типа, сралось о самом, все были пьяные, но так вот получилось, что раздолбали Грузию. Почему? Потому что на тот момент нельзя было напугать раньше времени, ребят. Поэтому все эти сказки с удовольствием все рассказывают друг другу, все. Но результат такой, что на тот момент грузинская армия была одна из самых таких европезированных под... ...стандарты, и продержалась 5 дней. Это опять же опыт. Следующий опыт, это уже... Следующий опыт у нас получается уже... Татьяна, а подвисли? Да-да-да, норм, норм, норм. Тань, вернулись? Да-да, конечно. Да, вот. Да, следующая эпопея, это у нас уже получается частично Украина, но там тоже все такое размыто. Но следующая эпопея, это Сирия, и там уже полномасштабные были боевые действия. Там был весь спектр авиации, за исключением там стратегической. И высоты, на которых авиация работала не ниже там 4-5 тысяч метров, потому что внизу было ПВО. То есть там была и тяжелая техника, и артиллерия, и РСЗО, и все виды там специальных боеприпасов, и беспилотники, и баражирующие боеприпасы, и вся авиация, и с кораблей ракеты долбали, и с Каспиевой. С Каспиевой ракеты долбали. То есть, это серьезный опыт. И причем там городские бои были вообще жуть какие. То есть, а кто получал там опыт? И этот опыт везде положительный. Я просто к тому, что когда там некоторые рассказывают, что вошли какие-то лопухи, им там быстренько эти... Хутор навалял, который на тот момент только в окопах сидел. И все его компетенции, сидение в окопах, и специальные западные специалисты их учили чему-то. Потом выясняется, что на линии боевого соприкосновения, есть много стримов от украинцев, что то, чему учили эти западные инструкторы, там из Швеции, из Дании, из Норвегии, прости господи, это им нахрен не приходилось. Ну и Британия в том числе. То есть, единственная армия, которая была обстреляна к 22-му году, причем в очень многих сферах боевой деятельности, это была российская. И поэтому, когда рассказывают, что пришли лопоухи, им здесь наваляли, они вернулись. Ребята, кто навалял? Кто? Эти лопоухи, получается, самые квалифицированные, потому что они были в реальных боевых действиях. В реальных боевых действиях. Я просто хочу вам сказать, что вся бандировочная авиация Российской Федерации прошла через Сирию. Вся. Даже морские летчики, которые вообще должны были бросать специальные ракеты по специальным авианосцам, даже они все прошли через Сирию. Некоторые по два раза. Все подразделения, которые занимались беспилотниками, по два раза там были. Ну, некоторые, ну, не все, конечно, но многие были по два раза. Поэтому на Украину заходили не лопухи. И поэтому, когда сейчас выясняется, что все это готовилось заранее, быстрой прогулки никто не ожидал. И причина, почему не ожидает, потому что то, что сейчас сказал дедушка, он не дедушка еще, а не знаю, может, Медведев и дедушка Дмитрий. У него вроде сын уже взрослый. Не знаю. Дмитрий Медведев недавно сказал, то есть мы вскрываемся своей картой по мере необходимости. А он сказал дословно следующее. Главная задача Российской Федерации это максимальное унижение и ослабление Запада, в том числе Европы. Так вот, СВО и есть это. Быстро это не сделать. Трансформация сознания требует временного ресурса. Мгновенно трансформация сознания не происходит. Вот эта вся длинная эпопея, она вот таким вот образом и делается. Здесь я наконец-таки дождался, мне очень понравилось это. Есть такой из Стариков на Украине, самый популярный у них военный эксперт. Вот, у него там уже что-то под 100 тысяч подписчиков или что-то в этом духе. Его все приглашают, он такой топовый у них этот спикер. Наконец-то я дождался от него ключевой фразы. А он сказал следующее. На Курске, говорит, наше подразделение, сейчас я где-то даже записал, блин, потому что памяти уже нет. А вот, Стариков. На Курске в ССУ попали в Западню. Ребят, Западня это искусственное образование. Я в свое время, когда сказал, что Курск это замануха, потому что она закончится для ВСУ котлами и большими потерями, на меня там, конечно, набросили. Ну, замануха некрасивое, нетолерантное слово, оно такое, как бы там, мирный, туда-сюда, понятно. Ну, война вообще циничная вещь. Но вот сейчас, посмотрите, как трансформировалось. Сначала это был гениальный шаг, да, ВСУ. Мы к этому не готовы, понос золотуха, ай-яй-яй, будем бежать, сдавать Курск и так далее. Ну, этот подлюка там, как бы подаляк. Хотя я хочу сказать, хочу напомнить, что первые начали истерить наши. И первое ощущение – балбеса. А второе ощущение, а украинские-то спикеры все молчали, они не знали, чем закончится. А второе ощущение, что наши разгоняли информационную волну, чтобы дальше Украина поверила в то, что это и есть перемога хроническая. И дальше вляпались в это говно обоими руками, ногами и всеми остальными частями тела. Ну, это мое мнение. Я всегда почему-то считаю, что люди умнее меня. Вот. И я думаю, что это правильно. А вот дальше смотрите, как у нас трансформация была по Курску. Сначала это была гениальная операция ВСУ, потом это провал российских военачальников, потом это был понос золотуха, кто будет отвечать, где были все эти оборонительные сооружения, все деньги украли, просрали полимеры, вот так вот развивалось. Потом немножечко некоторое затишье, потом со стороны Украины, ну, там, грубо через 2-3 недели, начали говорить о том, что это вообще-то курская авантюра. Потом сейчас уже где-то последние 2-3 недели начали говорить, что это курский котел. А вот сейчас уже мы дошли, что это была засада. Ребята, засада искусственная всегда. Всраться засада сама по себе не может. Ладно, я думаю, пройдет еще немножко, и они скажут, что Россия не специально по думке все это сделает. И это будет правда. Потому что уничтожение боевой силы. Можно я свое мнение по поводу Курска? Мне кажется, они специально пустили их на территорию Российской Федерации, именно вот заманили, да? Заманили чем? Открылись. Помнишь этот анекдот? Сидит боксер, кушает, знаешь, рядом с женой за столом кушают. Боксер ей, как дал по роже? Он говорит, да за что? Он говорит, а что ты открылась? Понимаешь? И вот точно такое же. То есть открылись, понимаешь, и они зашли. Почему? Потому что чтобы задействовать этих северных корейцев. Понимаешь? Чтобы задействовать вот этот вот договор. Вот. Понимаешь? И чтобы вот сейчас уже точно никто не скажет ничего, что северные корейцы участвуют в войне. А им надо. Они строятся. У них Тайвань, понимаешь? Им надо тоже где-то оттачивать. Да. Да, Тань. Я помню, что мы с тобой еще обсуждали давно. Я сказал, что Курск – это панамский прецедент. Да. Там юридический прецедент какой? Что если на одну страну какая-то другая наступает, ну то есть если кто-то является агрессором, но против этого агрессора страна обороняющая заходит на его территорию, то агрессор перестает быть агрессором. Он становится одной из сторон конфликта. Совсем другая юридическая ситуация. И в данной ситуации у нас получается, что теперь для корейцев появляется абсолютно нормальный, юридический, правильный, корректный способ зайти на эту территорию и начать выполнять какие-то функции. Какие они функции могут выполнять, можно только предполагать, но самое понятное, я не знаю, держать номер второй эшелон – да. Ну, легко. Заполнять те позиции, которые, предположим, мы уже заняли для того, чтобы фиксировать ситуацию. Почему нет? Ну, и потом параллельно еще много чего. Но ведь это же, кроме Курска, другой ситуации нет. А мы с корейцами, извини, мы с тобой обсуждаем уже то, что корейцы войдут уже полтора года. И когда первые партии были, когда Путин туда съездил, после него сразу прилетел борт, который американцы сфотографировали со спутникой, там какой-то технический. То есть уже на тот момент уже было понятно, куда мы идем, и что, скорее всего, корейцы будут все равно на этом театре военных действий. Потому что им это нужно и в качестве тренировки, и еще много чего интересного. Но ты знаешь, здесь может быть еще другая ситуация. Ведь про корейцев начали раньше времени орать украинцы. А дело в том, что ситуация может быть зеркальной. Южная Корея тоже может сюда приехать. И поэтому смотри, как получается. Русские бьются с русскими, корейцы с корейцами. Англосаксы в это время считают деньги. Но недолго. Ладно. Что там еще такого вот интересного? На что бы хотелось... А! Здесь по поводу... Сейчас, секундочку. Помнишь, ты сам говорил, что... Я же здесь основные темы просто записываю, чтобы не забыть. Помнишь, Леш, ты говорил, что где могут схлестнуться западники с... Ну, короче, наши с ними, с не нашими, да? Где они могут схлестнуться? Ты говорил, Сирия, но ты все время говорил, Корея. Корея, Корея, Корея. То есть туда... Это еще до войны ты говорил, кстати. А сейчас у меня такое ощущение, что все наоборот. Теперь корейцы перекрестились, что они схлестнулись именно на Украине, да? Что Украина дала свой плацдарм. И вот туда пойдут тоже выясняться, понимаешь? Мне кажется, все конфликтные страны сейчас начнут выяснять свои отношения на территории Украины. Блядь, до чего дошли, а? Дебилы. Что там от Украины остались? Знаешь, это анекдот старый? Да. Знаешь, это старый-старый анекдот, да? Про... Помнишь? Ну ладно, если кто не знает, я расскажу немножко, это разрядим ситуацию. То есть сидит украинец там, что-то, не знаю, прочесывает редиску. А, нет. Да. На пруду ловит рыбу. Поймал золотую рыбку, естественно, да? Она мне говорит, исполняет три желания. Что ты хочешь? Он говорит, я хочу, чтобы вот сейчас татары крымские набили морду шведам. Он говорит, ну ладно. Тут проходит некоторое время, татарское войско, знаешь, там конится, все, толпа с обозом проходит мимо, уходит туда, там где-то за горизонтом звуки боев, туда-сюда, обратно татары идут пьяные с этим с обозом, с награблением, все нормально. Он говорит, ну ладно, второе желание. Он говорит, теперь я хочу, чтобы шведы набили татарам морду. Он говорит, ну ладно. Ну, соответственно, в обратную сторону шведские войска, там что-то бьют, а потом обратно, все то же самое. Он говорит, а третье желание какое? Может быть, там дом, машину, квартиру, я не знаю. Он говорит, да пусть опять, блин, татары набьют в морду шведов. Он говорит, ты точно уверен? Он говорит, да. Ну, татары опять идут, это толпой, все, пысь, толпом туда, потом обратно. Он говорит, слушай, я давно исполняю желание, но первый раз этим столкнулся. Расскажи, зачем тебе это надо? Он говорит, ты представляешь, как они москалям огороды потоптали? Понимаешь, вот эта вот внутренняя, вот эта вот внутренняя, вот такая вот точность украинская, она очень странная. А вот, здесь, кстати, знаешь, смотрел недавно Щелина, ну, что-то мы начали прыгать по тем, ну, ладно, хрен с ним, у нас разговор на кухне, имеем право, да, не обязательно, мы же не эти, я, все равно, очень точно не аналитик, который, знаешь, так вот красиво-красиво одно и то же говорит 500 раз. У меня периодически бывают всплески различных, знаешь, вот за что я тебя и уважаю. А вот, смотрел здесь недавно Щелина. Да, что вижу, то пою. Смотрел здесь недавно Щелина, и он, по-моему, у Шелеста, что-то они обсуждали, вот этот, ну, крах Украины туда-сюда, вот эта украинская государственность, там, возможно, невозможно. И тут он сказал интересную вещь, он говорит, обратите, ну, этому, Шелесту, он говорит, слушайте, а обратите внимание, вот сколько раз Украина пыталась создать от своего государства, а у нее ни разу это не получилось. У нее всегда это заканчивалось каким-то этими фатальными историями. И он говорит, я бы рекомендовал всем подумать над причиной. Потому что он как-то наликнул, что причина где-то в ментальность. Он еще, знаешь, что самое главное сказал? Он сказал, что когда действительно было государство на вашей территории, вы были либо с турками, вернее, как, либо с австриаками, либо с русскими, либо с кем-то вы были. В Украину вот именно сам проект, как вы строите, самостийный, никогда не получается. Заканчивается все одинаково. Да. Я подумал, блин, а я вот несколько раз уже там в открытую говорю, что украинская ментальность не позволяет создавать государство. Потому что для создания государства нужна определенная пассионарность. И эта пассионарность должна быть общинная. Когда ты отдаешь определенный свой личный суверенитет во владение государством. Ну, грубо, да, у тебя эта безграничная свобода противоречит государственным устройствам. Потому что государство – это всегда ограничение. И вот если эти ограничения ты готов терпеть, тогда ты можешь построить государство. Но построив государство, ты становишься более свободным. По причине того, что государство – это еще инструмент защиты своих прав и свобод. То есть тебе не придут, не ограбят соседи там и так далее. И много чего с тобой не сделают, да просто ты выживешь. Но при этом ты все равно теряешь определенную свободу. Вот эта вот жажда украинства в какой-то свободе, такой, знаешь, анархия. Анархия не есть свобода. Анархия – это путь, в общем, к мощнейшей зависимости. Потому что анархия не может создать государство. Нет государства, тебе некому защитить. Если тебя некому защитить – пирал. Впоследствии все равно. Морду набило, пришло хорошее государство с нормальной структурой, с войском профессиональным, с оружием, с технологиями. Дали тебе по морде, дали пендаль, а сказали, будешь точить гайку номер 8 до пенсии. Пенсии тебе не будет. И все, ты можешь, конечно, подрючиться, но над тобой стоит государство, мощнейшая структура. А вот я это к чему? Недавно, значит, опять вот тоже такие логические всякие эти вывихи. Недавно смотрел, ну, как-то, знаешь, так попалось такое видео, как бы не про политику. А там была, знаешь, как сказать, аннотация к этому видео, почему нельзя есть варенье, если там образовалась плесень. Как бы точно не про политику, да? А вот, а так как я, ну, у меня служебные квартиры, и там иногда продуктов остается много, иногда бывает, знаешь, там смотришь, там что-то в плесень. Но я выбрасываю всегда. А здесь мне стало интересно, а почему, в общем, нельзя, там, не знаю, тоже варенье, да ну, хорошее варенье, нормальное. Почему, знаешь, там бывает рукопашная, там, брусника, там, перетертая с сахаром. Она вообще, как бы, ну, сюда стоит, там, со страшной силой. Почему нельзя есть? Я решил посмотреть это видео. А я сейчас, вы сейчас увидите, как можно прийти, вернуться в русло украинской темы через варенье, которое покрылось плесенью. А вот, и там, значит, соответственно, этот микробиолог рассказывает о том, что если наверху варенье не образовалась какая-то фигня, ну, это плесень, и, кажется, вы можете ложкой это выбросить, и все. То это не так. Потому что плесень – это грипп, он, соответственно, распускает там свои какие-то нити по всему вот этому вот, субстанции этого варенья. И самое главное, что для выживания эволюционно эта плесень устроена таким образом, я не знаю, может, ты знаешь, как врач, а для меня это было откровение, что вот эти вот структуры выживания в этом конкурентном мире, когда, ну, где плесень живет, такая, что на всех микроорганизмов, которые живут, не хватает питательных веществ, и они за это борются. То есть у них конкуренция. Так вот, плесень выработала такую стратегию выживания, что когда она распускает вот эти вот синики, назовем их нитями, я не знаю, как правильно, то дальше она начинает этими нитями генерировать токсины. То есть она захватывает свое пространство, которым она будет питаться. Она захватывает, отравляя его токсинами, чтобы больше никто не мог это жрать. Ну, грубо я, своими словами. И дальше получается, что как бы она создает вот эту вот свою индивидуальную нишу, уничтожая всех, кто пытается ее в питательные вещества, здесь скоммунист. Поэтому в этой ситуации нет смысла переваривать варенье, оказывается, там эти токсины некоторые выдержат и 100, и 160 градусов, температура. То есть их так просто не вымыть. А единственный вариант – все выбрасывать нахрен. То есть не переварить, не пересчетить, это все равно не имеет значения. Токсины некоторые, там причем есть такие токсины, что прямо выпил, и до свидания. Ну, я очень для себя понял. А потом, знаешь, у меня возникла такая интересная аналогия. Вот этот вот принцип. Самый страшный, ну, что можно оттуда подобрать, да, с этой плесенью, это называется бутулизм. Ну, это смерть, это просто, ну, блин, 99,9. То есть если ты уже его подхватил, это вообще... Да. Да. А вот. Я дам дальше для себя, знаешь, что-то. И у меня, думаю, ну, до эволюции вот нашла такой способ, как бы, конкурентной борьбы, которая гарантирует ей выживание. И тут мне, знаешь, мысль пришла, а это мне ничего не напоминает. А я тебе напомню анекдот. Опять же про украинцев. Знаешь, когда украинцы спросили, ты можешь съесть там 10 яблок сразу? Он говорит, да. А 10 килограмм? Да. А тонну? Говорит, нет, тонну не съем, но понадкусываю. А почему он надкусывает? А потому что он создает свое, знаешь, питательное поле. То, что он уже понадкусил, то другие есть не будут. Ты понимаешь, вот такие аналогии возникают, интересные. То есть, та ментальность, которую Украина выработала на этой территории, она все-таки основана на том, что это очень богатый край. А богатый край, соответственно, куча народу. Куча народу, начинается конкуренция. Начинается конкуренция, появляется эгоизм. То есть, моя хата с краю, ничего не знаю. И вот сейчас, когда смотришь стримы украинцев по Европе, у них там один из основных воплей, что творят наши, наши наших сдают, наши наших кидают, наши наших обманывают и так далее, и так далее. Это ментальность вот этого вот как бы индивидуалиста, то есть, единоличника. Эта ментальность, она неплохая, то есть, она в некоторых ситуациях плохая, в некоторых хорошая. С точки зрения конкуренции, она хорошая. С точки зрения выживания этноса, вот как у плесени, да, все то же самое. Максимальный эгоизм для выживания именно конкретно меня, любимого. и уничтожение всех, кто рядом. Вот. С точки зрения строительства государства, она плохая, потому что здесь должна быть общинность. Но с точки зрения развития государства, вот такая вот очень быстрая приспосабливаемость и, ну, такая, знаешь, устойчивость конкуренции, то есть, ну, комбинаторика хорошая, да, она выгодна для развития малого-среднего бизнеса. Вот для развития большого бизнеса она уже не выгодна, потому что большой бизнес это уже горизонт развития такой, когда у тебя ты не видишь, как бы, ты, основная масса прибыли получается за горизонтом твоей жизни. И тогда у тебя теряется смысл. То есть, малый и средний бизнес для, назовем так, украинского менталитета это прям его ниша. Но, раз у тебя нет общинной структуры, ты не можешь создать государство. И поэтому получается, что Украина может, ну, то есть, украинцы могут хорошо существовать, прилепившись к какой-то другой структуре, которую уже кто-то перед этим создал. Они очень быстро в ней интегрируются, они очень быстро в ней начинают заниматься предпринимательством, они очень быстро находят конкурентные правильные решения, развивают там, не знаю, там ресторанчики, отельчики, там всякую разную, разную кремль. Но их нельзя пускать наверх. Потому что, как только их пускаешь наверх, они начинают раздать. Леш, тактически, креативно, они мыслят шикарно, а стратегически вообще не мыслят. Да. Да, стратегически, да. И поэтому и вот эти все результаты на фронте, они тактические, они, ребята, молодцы. Они креативные, все хорошо. Но стратегически, это вот тот принцип, я вот его несколько раз рассказываю, но считаю, что это оптимальный вариант, чтобы описать эту ситуацию. Пустыня, оазис. Стратегическое знание, это где находится этот оазис. Тактическое знание, как правильно идти, но не знаешь куда. Вот если и стратегия, тактика у тебя в одном флаконе, ты правильно, хорошо придешь и ты выживешь. Если у тебя есть только стратегия, но нет тактики, ты будешь плохо идти, но ты придешь. А вот если у тебя есть тактика, но нет стратегии, ты не знаешь куда идти. И чем лучше ты идешь, тем дальше ты отдаляешь, тем фатальнее твоя ситуация. Потому что тебе потом надо будет хотя бы вернуться назад и потом повторить следующее. Если ты узнаешь, куда идти. У Украины нет стратегического видения. И сейчас, судя по всем боевым действиям, которые происходят, стратегического видения нет и у НАТО. У них тоже нет опыта полномасштабной боевой. Леш, а давай мы сейчас немножечко для украинцев пофантазируем, ну скажем так, что было бы, если бы они в свое время не пошли на конфронтацию с Россией, а вот сейчас вот вы были с Россией, скажем так, в дружеских отношениях. Вот был бы этот Брикс у России или была бы какая-нибудь другая? Или это тема отдельного разговора? Или нафиг оно надо? Да нет, ты знаешь, что здесь в принципе сильно ничего там фантазировать не надо. Брикс это неизбежность. Потому что кроме Украины и России есть еще огромное количество стран, которые страдают от колониального глобализма, который предложил Запад. То есть их развитие все равно так или иначе упирается в то, что их грабят. Прекращение ограбления возможно только через консолидацию усилий. Просто в этой ситуации в Бриксе было бы сейчас и Украина. Сейчас Украина оказалась на стороне, которая проигрывает. И вообще я хочу сказать, что украинцев есть вот эта иллюзия, ты говоришь имперская, еще что-то. У них есть иллюзия, потому что они несколько раз были на стороне, которая выигрывает. И они подумали, что там, где выигрывают, в общем-то одна из причин то, что с ними была Украина. Сейчас мы видим, что Украина не является основным условием для победы, мягко выражаясь, потому что если посмотреть 17, ну там консолидация со шведами, шведы проиграли вместе с украинцами. Консолидация в свое время с татарами, когда они ходили на Московское царство вместе грабить, тоже в принципе закончилась хреново. Консолидация в 17-м году петлюры немцев, тоже все хреново. То есть в последнее время при Советском Союзе они оказались в числе выигравших. И они подумали, что они являются одной из основ вот этого вот победы. А выясняется, что нет. Они не являются основой победы. Ну, в качестве там примера Вторая мировая война Украину прошли, немцы прошли за три месяца. За три месяца немцы прошли всю Украину с боями. То есть получается, что там самый боевой народ ничего сделать-то в принципе не смог. И дальше уже все основные обратные, в обратную сторону, все фронты уже катились со стороны Российской Сидерии. Ну, с России. Это знаешь, просто у некоторых украинцев, там какая-то девочка я видел, она вот мы Второй мировой войне украинцы только воевали, только украинцы благодаря украинцам победа была. Первый украинский, второй украинский фронт она перечисляла, ну, это идиотизм. Хотя, с точки зрения банальной логики, я даже в свое время взял и посмотрел статистику, сколько было признано призвано в ряды Красной Армии на территории Украины. Я хочу сказать, там было призвано, по-моему, в общей сложности 3 миллиона, 3 миллиона, вот, но это имеется в виду вот по... Ну, без этих... А, нет, слушай, сейчас уже не вспомню, тогда я даже записал где-то. В общей сложности с территории Украины, по-моему, было призвано полтора миллиона, а по результатам войны у них вернулось обратно, да, вот сейчас вспомнил, там, миллион 600 что-то было признано на территории Украины, но надо посмотреть, есть статистика. А дальше надо смотреть, вот, по демобилизации 45-го года, сколько народу вернулось на Украину, где-то порядка полмиллиона. То есть, погибших из боевых потери, которые были, имеется в виду, там, порядка 9 миллионов боевых потерь, вот, один миллион, это украинский, а все остальное, это все другие люди. Получается, что этот один миллион не смог никого спасти. Ну ладно, я о другом. Ты знаешь, если бы сейчас Украина была бы с Россией, вот, я думаю, чтобы у нее сохранились бы целый ряд направлений, ну, это, ты знаешь, это опять же, вот такие фантазии. Почему? Потому что принятие решения о том, что они уходят от России, было в 91-м году. И вот, когда с 91-го года они начали очень сильно мигрировать, это же вот, когда разрезали бомбардировщики, когда там много, гадили со страшной силой. Буквально на следующий год, после того, как уже был это референдум типа. Вот если в то время бы они остались, я думаю, что у них бы сохранилось почти все. И авиация сохранилась бы, и судостроение сейчас бы сохранилось, все бы сохранилось. Но они уже в тот момент начали идти в разнос. Здесь кого-то читал, или кто-то там, где-то я кого-то смотрел, вот буквально недавно. И он там говорит, что он разговаривал со своим другом, и говорит, слушайте, ну, а что же вы так против России-то, блин, ведь у тебя там отец был первым секретарем горкома Харькова, или что-то в этом духе. Он говорит, ты знаешь, а мой отец всю жизнь ненавидел москалей и советскую власть, будучи первым секретарем горкома партии. То есть, понимаешь, вот эта вот мимикрия ради получения выгоды, вот, она где-то в крови. Понимаешь? И поэтому, знаешь, вот эти вот фантазии о том, если бы они сейчас были, да не были бы они никогда. То есть, это не имеет значения. Они начали с 91-го года со всеми фибрами своей души лезть на эту помойку. Исходя из того, что там корыто больше, и горшок ночной будет полнее. Вот сейчас мы видим, к чему это привело. Потому что, если твой друг британец, то, блин, тебе жутко не повезло. Это у тебя в пруду вздохли. Ладно, а что там еще такого интересного? Знаешь, не, ну, это, знаешь, ирландская поговорка старая, да, если ты видишь, что в семье значит, муж дерется с женой, значит, недавно у них был британец. Меня удивило, что у индийцев почти аналогичная поговорка, правда, они там про рыб. Что если ты видишь, что в реке дерутся рыбы, значит, недавно проплывал британец. Поэтому, ребята, украинцы, блин, если вы видите, что вы деретесь друг с другом, значит, у вас друзья британцы. Ничего удивительного, вся планета уже знает, что этот принцип работает всегда. Здесь, ты знаешь, недавно Китай читал за это какую-то информацию, ну, то есть, новость из Китая, но она так прошла, бонус, ну, знаешь, коснулась легко. Но там очень шикарный смысл был зашит. Значит, китайские СМИ начинают описывать, как Россия выходит из санкций, о том, что по большому счету экономика растет, что ВПК, который вот начал здесь драйвером всей экономики, что развиваются все производства, что практически у России положительный там и баланс торговли, и темпы роста, и все-все-все-все. И дальше они приводят такую, как бы, статистику о том, что благодаря тому, что Россия начала торговать, переориентировалась с запада на, соответственно, на Азию, на восток, у нее прибыль по основным ее операциям увеличилась на 20%. И поэтому санкции не являются трагедией, и санкции, которые могут быть на примере России, в общем, показывают, что ничего страшного у них нет. А я дальше подумал. Получается, сейчас китайцы готовятся к тому, готовят свое население к тому, что санкции, введенные Америкой, то есть западом против них, не страшны. Либо наоборот, что санкции, которые будет вводить, скажем, коллективный юг против запада, тоже не являются трагедией. Вот интересно, что они имели в виду, к чему они готовят население, к своим санкциям против запада, или санкциям запада против себя. У меня ощущение, что глобальный юг начинает приходить к мнению тому, что введение санкций против запада позволит быстрее разрушить колониальный мир. Потому что возможности у глобального юга больше, чем у западного меньшинства. Вот такая, знаешь, маленькая заметка. Я подумал, а для чего они это делают? Причем это в каком-то, знаешь, таком очень первом издании китайском, чуть ли не партийной, номер один какая-то газета. Теперь, следующее, то, что мне кажется, уже тоже такое интересное. На Украине сейчас все обсуждают Третий Майдан. Очевидно, что Третий Майдан выйти сейчас, это практически подверглся расстрелу. Я думаю, что никто жалеть не будет. Не будет никакого Майдана. Но внутреннее напряжение такое, ты видела садесского этого... Печеньки некому раздавать. Да, но с другой стороны, напряжение внутри такое, что может получиться Майдан, который будет не в смысле революции, а в смысле бунта беспощадного и бессмысленного. Да, да, да. Вот сейчас видела, как в ТЦК в Одессе, да? Там, причем, у нас там были заказаны, были какие-то комментарии. Этот рынок, сейчас я два слова скажу про этот рынок, седьмой километр. Я туда гоняла всю дорогу. Там мы в Старе, Лисон, рядом тут с нами, знаешь, он даже ближе, чем Одесса к нам. То есть нам до него там раз-раз и доехал. Вот. И хороший рынок, но там, знаешь, такие лабиринты, такие, ну там фиг вообще, ну, если кого-то найти, это очень сложно. Ну, вот такое. Видимо, скорее всего, свои же и сдали. Ну, кого-то, понимаешь? Потому что там, ну, невозможно вот так вот просто найти человека, понимаешь? Там он через вот эти ряды дын-дын-дын-дын ушел и до свидания, понимаешь? И надо знать, куда бежать. который человек, который не торгует на этом рынке, не живет на этом рынке, он никогда в жизни не найдет никого. А тут, видимо, свои же и сдали, понимаешь? Тут пришли, кого-то хапнули, а и тут уже понеслась, понимаешь? Мне, короче, это очень понравилось. Но они все равно дальше рынка не пойдут. Ни в какой, ни в центр, никуда они не пойдут. у себя там вот на рынке, потому что вот именно они знают, что они на этом рынке могут спрятаться, понимаешь, в любой момент. То есть они там годами могут жить не выходить. Знаешь, я здесь имел в виду другое. То, что первое, хватило, во-первых, закадровый там текст был, какая-то девчонка говорит, о том, смотрите, и вьетнамцы, и афганцы, молодцы, все пошли, все вместе. То есть получается уже консолидированное, такое спонтанное в определенном смысле действие. Раз. Это говорит о том напряжении, которое находится внутри общества. Причем все понимают, что вообще-то те могут стрелять на поражение. Военная ситуация в стране, обвинить можно кого угодно, в чем угодно. Что бы ты ни сделал, тебе за это ничего не будет. То есть для того, чтобы совершить вот такое вот действие, надо, в общем-то, быть, находиться уже на грани какого-то рационального поведения. Потому что в данной ситуации ПЦКшники могли открыть там стрельбу, сказать, что это там, не знаю, московские пропагандисты или там еще кто-нибудь, спецназ там, я не знаю, корейский, там еще что. Понимаешь, вот эти все процессы, и, кстати, сами все украинские стримеры говорят, что напряжение в обществе очень большое, очень и очень большое. Я к тому, что Майдана организованного, скорее всего, не будет. Хотя Порошенко, судя по всему, хочет. Но вот эти спонтанные крестьянские бунты, беспощадные, бессмысленные и иррациональные, могут быть вполне. То есть, к этому может прийти. И вот это вот уже то, что большая толпа собралась, людей, которые к этому точно не имеют отношения. Вьетнамцев точно, наверное, не будут брать на фронт. Афганцев, судя по всему, тоже. Хотя, не знаю, если они граждане Украины, то, наверное, возьмут. Но то, что объединились уже наднационально, чисто исходя из процесса, который происходит, это уже очень хреновая тенденция для Украины. Потом, значит, что-то еще такое хотел сказать. Слушаем. Так. Я, знаешь, чуть-чуть здесь сидел, думал, думал, а, как ты ехал здесь? Ну, во-первых, езжу по Мурманской области сейчас. Хочу сказать, что вот мурманчане, наверное, сами живут, они сильно на это не обращают внимания. А я вот проехался и по Мурманску. Огромное количество заасфальтированных территорий, там, где раньше асфальт вообще не подразумевался. Знаешь, бывает, там где-то между домами какая-то там такая площадка типа на газоне, что-то такое, там вечно машины стоят, но как-то там ничего такого никогда никто... И смысла там делать нет. Я приезжаю, все залито асфальтом, даже вот такие вот маленькие стоянки, которые находятся в каких-то задворках, за дворами. Ну, понятно, что не везде, но ты знаешь, там, где не было никогда, оно появилось. проехался по городам, небольшим районам, ты знаешь, там у нас не просто кладут асфальт, они уже тротуарную плитку фигачат везде, во многих местах, и просто, ты знаешь, там дорожки делают, там, где тоже никогда дорог не было. То есть, вот сейчас, я так понял, что деньги, которые остаются в стране, которые нет смысла вывозить на Запад в качестве гарантийного обеспечения каких-то своих торговых операций, они начинают крутиться внутри страны. Это как бы меня очень сильно порадовало. Дорога там прекрасна, я не знаю, финны, я думаю, отдыхают. Ну ладно, это так просто, как бы небольшое отступление. Теперь, что еще такое, на что я обратил внимание? Так, так, так. Ты знаешь, здесь такая мысль пришла, она как бы такая немножко не стандартная, вот. Вот сейчас по-прежнему идут эти вопли о том, что да, слава Украине, там песня, батька нас Бандера, там и так далее, ну и гимн про мы казацкого рода. А знаешь, когда едешь в машине, такой полутуман, скорость небольшая, делать нефиг, и у тебя мысли всякие лезут. А едешь там по полтора-два часа в одну сторону. Вот. А я подумал, блин, как бы вертелись бы казацкие гетманы в своих могилах, если бы они узнали, что главный гетман Украины является юристом. Вот знаешь, это еврейское казачество восстало. Вот приблизительно, да есть такая там песня, такой клип тоже смешной. А вот, я к тому, что вот, как, насколько это все противоречит здравому смыслу и тем смысловым категориям, которые изначально зашиты вот в это вот общественное образование под названием Украина. Гетман не может быть юристом по определению. И у них все это срослось и получается вот это жидобандеровцы, так называемые, да, вот это смертельное объединение, оно еще работает, живет, и еще за него люди теряют жизнь. Вот как это возможно, как это у них в голове сложилось, я не понимаю. Я как бы не националист, ничего, но здесь логически диспроспорция просто возмутительная. Потом вот тема, которую я хотел бы поднять, сейчас народ должен вообще все вместе со мной подумать. Недавно здесь смотрел, вот это мы с тобой обсуждали за кадром немножко, есть такой блогер с комарухой и боярин, а у него сейчас на юдебе, по-моему, называется «Разговоры о стране». Я периодически его смотрю, да, сейчас скажу немножко, потом ты. Я периодически его смотрю, и меня всегда в нем удивлялось, что он, ты знаешь, такое ощущение, что нервы как канаты, ему там что-то всякую-то галиматию рассказывает, и он им там пытается, знаешь, так, настойчиво, достаточно корректно в эту дыру что-то в голове засунуть какую-то нужную информацию. Я смотрел, у меня уже иногда нервы прям думают, да по башке бы дать этой дуре, там еще что-то. А у него хватало, знаешь, этого, не знаю, внутренней силы, вот это все, знаешь, разжевывать, разжевывать одно и то же по сто раз, там, одному, второму, третьему. А тут я посмотрел его недавний стрим, он с какой-то девчонкой вот классический, вот все нарративы украинства, она все высказала. И тут я смотрю, он, его тоже понесло, то есть у него нервы, видимо, лопнули эти канаты, он ей там вдул по полной программе. А я подумал, вот сколько тысяч блогеров, вот ты там, да, огромное количество пытаются вот этим вот несчастным людям внести в голову реальность этого мира. И я понимаю, что это, ну, практически всезавтруб. То есть это невозможно сделать, они все равно, каждый новый, спикер, он все равно получается с дырой в голове. И отсюда возникает мысль. А вот давай сначала ты скажешь, что ты там хотела. А, я хотела Федору, привет передать. У нас с ним тоже было несколько диалогов, мы с ним записывали. Он у меня в чате, кстати, часто бывает. Так что, и подписывайтесь на «Разговоры о стране», «Скомарохи Боярин». Вот канал называется «Скомарохи Боярин», второй канал называется «Разговоры о стране». Подписывайтесь, очень интересный канал, он очень интересный спикер, мне тоже нравится его слушать, но со временем вообще «Траблы» давно не слушала, поэтому извиняюсь, исправляюсь, подписывайтесь на Федор. Ты там ссылку вот на эту стрим я тебе кидал, ты в телеграм-канале этот стрим с ним разместила, но я думаю, что это тоже, чтобы народ, да, чтобы народ посмотрел, потому что это классика, это просто классика. Он там нормально ей вдул, конечно, у него нервы там лопнули, вот, и вдул мне абсолютно справедливо, вот, и там прошла у него такая фраза, о том, что Илья Кива, когда приехала в Россию, еще удивились, в чем его сопустили, я слышал, что да, он привез какие-то документы, и документы были настолько серьезные, что, в принципе, ему как бы, ну, дали разрешение на то, чтобы он находился в стране, а вот здесь вот Федор сказал о том, что он привез еще видеоматериалы, и эти видеоматериалы, они шокирующие, там как раз Айдаровцы или там Азовцы, не знаю кто, они снимали все пытки, которые они делали в библиотеке, это аэропорт в Мариуполе, в котором была кличка библиотека, это был концлагерь, пыточный, и они там снимали всякие разные вещи, он там немножко про это сказал, видимо, вот эта информация его, в общем-то, и подвигла к тому, что нехрен жалеть этих засранцев, а надо их, в общем, мордой об стол бить так, чтобы срали под себя кипятком, и отсюда у меня возникло следующее, как бы, предположение, ну, не то, что предположение, я думаю, и даже не идея, эта идея, она, в общем, такая резиновая, она доступна всем, а то, что, наверное, пришло время к тому, что на информационном поле нам необходимо сделать информационную бомбу на основании тех документов, данных, которые есть в Российской Федерации, то есть, украинство, это фашизм, за все свое время, что существует, это, в принципе, фашизм, причем, очень с изощренными садистскими наклонностями, и вот в данной ситуации, наверное, кто-то должен создать. Леш, я бы не фашизм сюда прицепила, потому что фашизм сюда не подходит, это именно нацизм, вот это, понимаешь, это нацизм, это не нацизм. Ну, нацизм, да, да, нацизм. Хотя, ты знаешь, Татьяна, что такое фашизм? Это идея, доведенная до абсолюта, ради достижения которой вы готовы пойти на любые жертвы с нарушением всех моральных принципов, морально-этических принципов. Ну, если так вот, коротко фашизм. Фашизм это очень, да. В фашизме, в фашизме нет упора на национальную составляющую, а вот в нацизме именно, потому что украинство, там исключительно, они всегда упирались в нацизм. То поляки им, да, то евреи им, то русские им, понимаешь, они обязательно именно определяли какую-то нацию врагом и с ней, вот, ну, до ужаса просто. Они, они скотинивались так, что, ну, там, короче, я молчу, кожу здесь людей сдирали. Там жуть. Да. Да. Я к чему? К тому, что, ты знаешь, видимо, надо, пришло время, когда надо сделать уже именно вот такой видеоматериал, назовем там видеофильм или документальный фильм. И начинать надо не с АТО, не с СВО, даже не с бандеровцев времен Великое Отечественное. А надо начинать вот с этого, с Австро-Венгерской империи, когда она началась биться с поляками и местных русинов, которых впоследствии назвали украинцами, начали принуждать к тому, чтобы они сдавали головы шляхты и за это получали деньги. И там много, вот с этого момента и надо начинать. Это должен быть очень, такой, знаешь, корректный, ну, как корректный, очень недлинный, но очень, такой, знаешь, прям, лаконичный фильм, данные, там, не знаю, фотографии, данные дела и так далее. Может быть, даже в этом фильме не надо ссылаться непосредственно на дело. Он должен быть, знаешь, такой фильм, не знаю, минут 40 максимум. А вот каждый тезис должен сопровождаться какой-то ссылкой, где можно посмотреть прямо дело, материалы дела, фотографии и так далее. Потому что дело может быть там на сотне страниц. И это к чему? К тому, что необходимо создать информационный повод мощный для того, чтобы, первое, сломать у этих несчастных людей представление о том, что они жертвы. Жертвы агрессии, что они несчастные люди, на которых они ели мороженое шли, на них налетели, дали им по башке и отняли все, что можно, и еще оскорбили неприлично. Вот этот вот комплекс жертвы надо сломать. Раз. Второе, надо показать, кем вы являетесь на самом деле. Два. Третье, надо показать, в принципе, это все всему миру. Два. Три. Это документально причем. Это должно быть лаконичнее. Я думаю, мое ощущение, что это должен Танри Важра, Важра, да, по-моему, правильно. А вот, у него все тексты такие, очень-очень лаконичные, очень лаконичные. Каждое слово как бы в строку. И кто-то должен из великих режиссеров, типа Михалкова, вот снять вот этот фильм. Фильм будет тяжелейшим. Вот то, что я знаю по бандеровским вещам, я просто в свое время, мне удалось почитать некоторые дела и посмотреть фотографии. Там жуть. Понимаешь, там только за одно это можно косить всю Украину в хлам по пять раз. А вот сейчас, когда в АТО какие дела были, я так слышал, то, что сейчас, когда СВО началось, какие у нас там есть нюансы. Понимаешь, вот это все надо выкладывать абсолютно честно и откровенно. Без жалости к, первое, к самим украинцам и без жалости к тем, кто это будет смотреть. Потому что те, кто будет смотреть, они только смотрят. А есть люди, которые это пережили. Есть люди, которые умерли из-за этого. Их, как бы, потери на порядок выше вот тех моральных потерь, которых будет иметь смотрящий. Это раз. Во-вторых, а ведь давайте вспомним, ведь у нас же такая история уже была, когда нация предельно жестокая, ну, фашисты, немецкие фашисты, вторая мировая. Ведь им же сломали этот хребет. Вот сейчас для них нацист и фашист это прямо оскорбление-оскорбление. Кстати, этим пользуются местные политики, когда называют эту альтернативу для Германии партию, они же начинают называть ее нацистской. И автоматически сразу у нее отрывают там 10-15 процентов электората. Хотя она не является нацистской, она является правоконсервативной. Она не нацистская партия. Но насколько уже им вшили вот этот вот как бы аллергию вот на эти вот исторические действия. Вот аналогично мы должны сейчас это зашить украинцам. И причем не надо ничего фантазировать. Надо только достаточно опубликовать честно, жестоко, со всеми кровавыми фишками, со кровавыми фотографиями, со всеми видео, то, что они натворили. Кстати, хочу сказать, что это очень востребовано на Западе. Просто востребовано на Западе. Почему? Потому что у них уже усталость от Украины есть. Им сейчас необходим тезис, который сломает вот этот вот как бы сказать положительный образ несчастного украинца. Если им показать то, что мы знаем и показать жестко, понятно, они не будут показывать у себя. Они будут это все блокировать, они будут называть как угодно. Но вода дырочку найдет. И вот если это все показать жестко, гениально снято, на основе документов, там будет только закадровый текст. Все остальное должно быть. Фотографии, видео, которые снимали они сами. Если вот так вот сделать, мы такой удар нанесем по украинцам, что после этого они не оправятся уже, я думаю, веками. Потому что это останется на веках, это будут видеть все. Да, украинцам в России после этого будет тяжело. Да, они будут себя называть русинами, там, я не знаю, армянами, греками, там, молдаванами, кем угодно. Но, ребята, это ваше действие. Это результат вашего там бездействия, действия, там, я не знаю, сознательно, бессознательно, то ли вы просто сидели, ждали у моря погоды. И это все пошло оттуда. Только то, что пошло оттуда, оно, некоторые заплатили жизнями, причем в ужасных скотских условиях и перетерпели ужасные мучения из-за того, что кто-то там живет какими-то иллюзиями. Я думаю, что вот этот вот фильм, я знаю, что собирается, есть целая подборка документов, называется, по-моему, «Белая книга», и там следственный комитет собирает и так далее, и так далее. Ребята, не надо это. Понятно, что типа Нюрнбергского процесса он будет, но нужно сейчас сломать вот тот боевой дух и представление о том, что они жертвы, что они защищают свою землю. Надо им показать то, чем они являются на настоящий момент. Это должно быть сделано гениально. В свое время немцам, которые были в плену, которые попадали в плен, им же крутили эти видео съемок с консервационных лагерей. Вот когда они уже сидели в плену, у них были специальные эти вечера, ну никак не вечера, там по субботу мы показывали документальные фильмы о Германии после войны. И в этих фильмах было все преступления, которые они совершали. Если для эсэсовцев это, в общем-то, было так себе, то для вермахта это было потрясение. Многие после этого начали очень сильно переформатировали себе голову. Потому что вермахт он был такой, да, они могли расстрелять, но так, чтобы, знаешь, творить вот такие непотребства, у них все-таки на это у большинства руки не поднимались. Они больше были вояками, у них там было определенное представление о чести. Ну, конечно, такое кургузы и всякое разное, но, во всяком случае, я читал, что вот на фронте снайперы никогда не стреляли люди, которые там опражнялись. То есть нельзя было в этот момент, считалось, что это прям свинство-свинство. То есть они это поддерживали, не стреляли те, кто ходил в туалет, и мы, соответственно, то же самое. Часто не стреляли по санитарам. То есть это тоже было как такое, знаешь, взаимное. То есть были определенные представления о том, что можно, что нельзя, что человечное, что нечеловечное. Так здесь, вот здесь, надо показать вот всю гниль. Да, это будет фильм, там, не знаю, 23+, ну, 18+, надо всем, чтобы смотрели. Да, для кого-то это будет потрясение, у него, может быть, и крыша немножко поедет. Ну, ребята, по-другому нельзя. Там люди на фронте жизни кладут. Ну, кто-то может и здесь тоже мозг свой положить. Почему нет? Никто не обещал, что будет легко. В общем, такой фильм нужен, такой фильм уже созрел. И вот сейчас то, что фронт начинает сыпаться и рушиться, ему нужно последний удар по башке, по мозгам, чтобы они понимали, кто они в этом мире и как они дальше в эту историю войдут. Кстати, возникает часто вопрос. Вот они потом дальше будут биться с нами, гадить нам сколько смогут, даже если они там все проиграют. Ребята, вот если вот этот фильм будет сделан правильно и качественно, каждый будет стараться забыть, что он украинец. И не дай бог где-то это проявить. Потому что он сразу приобщается к сону этих подлецов, садистов и маразматиков, которые ненавидят вся планета. И как после этого уже кому-то там гадить и с фигой в кармане ходить, это уже будет идиотизм. Он нелогичен. Твоя задача спрятаться, чтобы тебя никто не узнал. А тут ты начинаешь проявлять себя. Поэтому я думаю, это для будущего будет тоже очень важно. Ну а вот, что еще? Та-дын-та-дын-та-дун. Ну вот, наверное, вот по этому вопросу, наверное, все. Я думаю, что это уже созрело, это уже необходимо, это уже, судя по всему, нужно абсолютно всем. И нам, и Западу, и даже я бы хотел сказать, что украинцам в том числе. Те, которые на фронте, ну, предположим, которые не хотят уже воевать, и когда вот это вот все, фильм, вот этот весь выйдет, и когда они поймут, что они на стороне, в общем-то, подонков, садистов, и на эти садисты-подонки возникли не с начала СВО, а эта вся тенденция тянется, и хрен знает откуда, и то, что именно эти люди, которые пришли ко власти, в принципе, обрушили всю страну, вот тогда уже желания за это воевать не будет. Ну, никакого. Это раз. Во-вторых, вся история украинства говорит о том, что, судя по всему, таких и такого льготного периода, как после Советского Союза, Украина уже, ну, украинский проект закрывается. И то, что они имели в 91-м году, которые были, они там были, третьей и четвертой экономикой Европы, ну, по масштабам, и космос, и авиация, и двигателестроение, и судостроение, крупнейший морской торговый флот, нефтехимия, куча институтов, образованное население, огромная территория, через территорию проходят трубы, которые просто тебе генерируют валюту, ничего делать не надо. То есть, максимальная была позиция выгодная. И этой позиции уже никогда не будет. Страна была большая, страна была богатая, страна была развитая, все было. И в результате, приход Рагулей к власти, в течение одного поколения, все смыл в унитаз. Вывод. Рагулей, грубо выражаясь, и все, кто с ними связан, то есть, националисты украинские, не способны, не то, что создать государство, они даже вот при таком максимальном, благостном начале, при таких позициях, мощных, они не способны его даже удержать. То есть, они разрушители. И вот это понимание, как только дойдет, вот до всех, и плюс то, что они натворили. Вот это и будет окончательный гвоздь в крышку вот этого вот антирусского проекта, который создали, в общем-то, поляки, австро-венгры и так далее. Я думаю, что этим надо заниматься. Я вот сейчас подумаю, буду в Москве, там поговорю с народом, с определенным. Мне кажется, что вас же Андрей и, может быть, этот Михалков, почему нет? Может быть, они вот в этом, в таком вот контексте, может, еще кто-нибудь, таких талантливых, которые... Это будет больше документальный фильм, надо хорошего документалиста найти, потому что все-таки Михалков, он больше художественный, да, эти. А там... Ты знаешь, Леша, я даже себе, даже не хочу думать о том, что там может быть вот в этих документах, которых привез этот Кива, да? Потому что то, что они творили публично на камеру, ну, на телевизор, перед телевизионщиками 2 мая в Одессе, понимаешь? Я представляю, что они делали, когда их никто не снимал. Ну, или думали, что... Или когда они снимали для себя, да, ну, короче. Когда они снимали сами для себя. Да. Они же хвастались. Я представляю, что они там творили, поэтому я даже... Знаешь, я в таких моментах, я... Блядь, я не знаю, что со мной творится. У меня... Все, у меня кулаки сжимаются, у меня зубы... Я готова, вот, знаешь... Я не могу эти вещи смотреть. Да. Там негатив идет, там прет негатив жуткий, но по-другому никак. Я даже знаю, как фильм это надо назвать. Его надо назвать точно так же, как помнишь, фильм там про мальчика... Там, «Иди и смотри», очень известный антифашистский фильм, который занял огромное количество премий. Да. Да. Вот «Иди и смотри» его надо точно так же назвать. Как, знаешь, продолжение той серии. Потому что, в принципе, если посмотреть, вот все основные непотребства Второй мировой войны делали часто не немцы. Делали как раз вот эти коллаборанты. Ну, там были и русские, соответственно, и украинские, и там белорусские. Но украинцев было преимущество огромное. Огромное количество их было. Все вот эти хатыни, там 130 или сколько там, 113, не помню количество. Батальон «Нахтигаль» был на 90% из украинцев. Понимаешь, причем этот фильм, его надо же все их прегрешения снять. Они против венгров мощно там много чего сделали. Они против поляков много чего сделали. Против евреев я вообще молчу. Получается, поляки, венгры и евреи смотреть будут 100%. А это, в принципе, можно считать, смотреть будет весь мир. Ну, и мы еще. И плюс ко всему, для коллективного Большого Востока, там, глобального Юга или большинства, если этот фильм выйдет, и все понимают, что союзниками этих людей, которых, ну, все будут не только презирать, а, ну, грубо выражаясь, ненавидеть, является коллективный Запад, то, в принципе, вот эта вся чернуха, вот эта все, я не знаю, тонна говна кровавого, она обляпает и Запад в том числе. Понятно, что для него плюс-минус там тонна не суть, но в этой ситуации, которая сейчас сложилась в мире, возможно, это будет последняя Соловинка, которая обвалит западные сообщества со страшной силой. В том числе и союзные отношения там между штатами и так далее. У них же еще и у простого плебса западного иллюзий много в голове. Его надо смывать только вот такой вот крово-кровавой кашей. По-другому эти иллюзии не смыть. У них еще идиотизма там немерен, в который они верят. Ладно. Так, что ты еще хотел? Знаешь, смотрел здесь интересную такую вещь, кто там, блин, Кананыхин, по-моему, это у нас популятор науки и особенно космоса, Дмитрий Кананыхин и писатель он же. Рассказал тут анекдот. Смотрели как раз, у него был стрим по Старшипу, то, что у американцев сейчас единственное, ну, судя по всему, единственный выход в дальнейшем противостоянии создание системы транспортировки там военных грузов и военных всяких возможностей по баллистической траектории через Старшип. И там это все обсуждалось. В принципе, разумно. Единственное, что если они начинают ставить перед собой цель, что снабжение своих группировок можно сделать по баллистической траектории, то это говорит о том, что они не уверены, что морские пути они будут контролировать. То есть, есть предположение, что они смирились с тем, что морские пути они контролировать не будут. И поэтому необходимо снабжение своих группировок либо каких-то воюющих частей по баллистической траектории вот этими большими транспортными кораблями типа Старшип. Ну, сразу 100 тонн груза, да, в течение там буквально часа. Очень быстро. Ну, там час, два, три максимума. Очень быстрая поставка вот эта. Ну, это все критично. Ладно. И он там рассказывает анекдот. А анекдот следующего порядка. Он немножко пошловатый, но с другой стороны вот этот анекдот я потом его немножко трансформирую в притчу. Итак, значит, сидят трое. Немец, француз и украинец. Ну, и начинает мериться пиписьками. Француз говорит, да, блин, у меня 15. Немец, все, фигня, у меня 17. Украинец берет, так это трусы оттянул, вздохнул, бросил, говорит, а у американца 50. То есть, как бы ментальность вот та, которая сейчас украинца есть. Они все время хвастаются тем, чего они не имеют. А теперь, как можно этот анекдот перевести в притчу. Значит, опять же, да, сидят француз, немец и украинец. Француз говорит, о, у меня 15. Немец, о, у меня 17. Украинец смотрит, говорит, а у американца 50. Француз говорит, а ты откуда это знаешь? Он говорит, а он меня любит, мы семья. Немец говорит, ну, как ты выживаешь, удивительно. 50, это много. А вот, то есть, это уже становится не анекдот, это становится уже притча. Это становится уже, да, это уже становится. как ты выживаешь, блин. Аккуратно, вынимай зрение, попутник. Ой, бля. И меня пошлятина понесла. Какой там вообще трагедии, я думаю, это трагедия. Мы все понимаем, что 50 это трагедия, блин. Это не любовь. Это, блин, это жуть какая-то. Сори, я тоже могу быть поздно. У вашей семьи. Да. Если у вашей семьи муж вот такой, хорошего не ждите. Ну, с точки зрения, не знаю, гинекологии, наверное, даже. Физиологии. Банальная информация. Ладно. Да. То есть, знаешь, мы анекдот перевели, который, в принципе, вот сейчас на наших глазах вся изглубляет. Ну, мы всегда же тему развиваем с тобой, да, вот сейчас до развивались. Да. Не, ну, как же, у нас же кухонные посиделки. На кухонных посиделках, там же все обсуждается. А не так, знаешь, то, что сказал там президент Медвед, это Путин. Или Медведев, или, не дай бог, Байден. Слушай, мне вопрос задавали. А, знаешь, что сказали? Прочитал какой-то комментарий, что Алексей там несет всякую пургу, там, это теплая ванна для слушателей, чтобы они там не волновались туда-сюда. Вы знаете, я бы с этим согласился. Если бы, ну, вот все плохо, я говорю, ребят, все хорошо. Или я давал прогноз, что, ребята, все вообще будет шикарно, а мы здесь все уже умерли. Но я еще в 23-м году, ноябрь месяц, у нас там есть какой-то стрим. Я точно помню, что я там говорил, потому что такие важные вещи я запоминаю. В 23-м году, когда контрнахрюк накрылся, я дословно сказал, все, ребят, войну мы выиграли, следующий год, это будет год, который, основной тезис, будет капитуляция. Это точно есть. А вот, дальше мы смотрим. Вот сейчас 24-й конец, прошел год. Мой прогноз сбылся. Если тогда я сказал, что войну мы выиграли, сейчас о том, что войну Россия выигрывает, и Украина проиграла, говорят абсолютно все. Не только наши, тут американцы, все европейцы, все спикеры, даже в Европарламенте, все это говорят. Получается, что тогда, когда я говорил эту вещь, все-таки там было достаточно еще все зыбко относительно. Я просто понимал, что все тенденции уже проявились, эти тенденции вернуть невозможно, фарс провернуть невозможно, то есть, соответственно, логическая схема придет к тому, что все идет, что все, мы выиграли. Там уже дальше, уже вариантов других не было. Это было очевидно для меня. Но для основной массы, ну, для многих, кто не находится в этой теме, никого, кто находится, или там послушал, и ушел работать. Для них это было неочевидно. И вот тогда я бы еще согласился, что мои разговоры, это теплая ванна, чтобы для успокоить. Потому что тогда еще было наступление, оно еще достаточно серьезно, местами там они все-таки бодались, еще непонятно, как пройдет зима и так далее. Но тогда я сделал прогноз, и получается, что он полностью сбылся. Тогда получается, что если мои прогнозы сбываются, это не теплая ванна. Это просто магистральная логика, которая неизбежно сбудется, потому что огромное количество тенденций проявили себя, подтвердили, что они именно такие, они сформировали там логическую, я не знаю, логическое течение, и с этого течения уже выбиться будет невозможно. Флуктуации всякие будут. Поэтому я не согласен, что мои разговоры, это теплая ванна. Если бы они не сбывались, как у этого Люси Арестовича, то он пьет кофе в Ялте, то он не пьет кофе в Ялте, то они всех москалей перебили, то Курская операция, это гениальное совершение всех времен и народов, то вдруг Курская операция, это авантюра. У него там понятно, он юрист, у него главное это прибыль. Но у меня-то никакой прибыли с этого нет. Я рассказываю, и получается, что в принципе все мои такие магистральные логики, я все угадаю. Я подтверждаю, нет никакой прибыли. Да, да, ну мы просто поболтать. А еще. Потом дальше. Ага, давай еще. Ну и в принципе вот еще мне кто-то там написал, что меморандум, я там где-то сказал, что это Будапештский меморандум, что это не договор. Да все знают, что это не договор. Все знают, что его не расфицировали. Но мы же обсуждаем украинцев, они же до сих пор верят, что эта бумажка, она прям вот нарушена, нарушена, русские такие прям подонки, они нарушили фундаментальную бумажку, из-за которой, в общем, все и началось. Поэтому во всем виноваты русские. Да, а мы говорим, что нет, ребят, это бумажка. Да, ну раз вы в это верите, давайте ее разбирать, по пунктам. И выясняется, что самое главное, нарушение суверенитета произошло еще до нарушения территориальной целостности. И суверенитет нарушили ваши друзья, которые вам сейчас платят деньги, на которых вы там бегаете и просите подаяния. И периодически между подаяниями орете, что вам слава. Ну, слава вам, слава вам в задницу. И слушай, последний вот сейчас, а потом ты скажешь. Ехал опять же по этой дороге, уже в обратную сторону. Туман, знаешь, как-то видно так не очень, скорость небольшая, всякие мысли лезут смешные. Это вот чисто посмеяться. Ну, хочется на положительной ноте закончить вот это все. В принципе, оно у нас и так нормально, да? А здесь хочется уже просто, знаешь, так фантастически где-то. Я не лингвист, я не гуманитарий. И тут я ехал и думал, откуда возникло слово незалежность? Думаю, как оно возникло? Где там вот эти вот, то, что связано с независимостью? И у меня приходит такая логическая схема. Я вам сейчас покажу, как можно натянуть сову на глобус, причем это будет логично. Итак, незалежность. А для нас оно слышится, как не лежать, то есть не залез, не лег. А дальше, что у нас такое лежачий-нележачий? А есть лежачий-нележачий больной. А если больной-нележачий, то есть есть больной-лежачий, это хреново. А если больной еще и нележачий, то есть он даже лежать не может, то это вообще финиш. А если это уже финиш, то это конец, от тебя ничего не зависит. А получается, если от тебя ничего не зависит, ты независимый человек. Наверное, таким образом возникло слово независимость. Ребята, это юмор, я не лингвист. Но вот так вот несложные логические рассуждения привели к тому, что я обосновал, что незалежность и независимость, это имеет определенную логику с слова образования. Вот такие мысли лезут, когда едешь в 9 часов вечера по трассе, где никого нету, у тебя туман. А мысли такие возникают. Я не знаю, как образовалось слово незалежность, но вот здесь, я кажется, его логически обосновал. Ну, я тоже не помню, как фонетически это звучит, но для меня, например, эта незалежность, это вот как залежалый товар, знаешь, а эти незалежалые, то есть их все время кто-то, их все время все хочут, понимаешь, они дефицитные. Ладно, фиг с ними. Но здесь не бьется с независимостью, понимаешь? Когда тебе все хочут, это... Ну, как бы да, черт с ним. Наша задача привести к независимости. Ты хотела что-то сказать? Я хотела рассказать кое-что про Володю Друженика. Кто читает его телеграм-канал, те видели. Ну, значит, частенько Володя получает посылки, и то есть ему не только как бы деньгами, да, но еще и посылками присылают многие. И вот недавно, там прикольно, дети, короче, там какая-то девочка, я забыла ее имя, с бабушкой, они сделали много куколок, ну, не только с бабушкой, там их много, видимо, кружок или что-нибудь, не знаю, куколок, знаешь, такие вот как обереги, такие вот куколки, знаешь, вот они все так упаковали, им красивенько бойцам послали, знаешь, вот это все. И очень часто Володя говорит, вот от детей приходят там письма, там какие-то, знаешь, рисунки, поделки своими руками, вот что дети там могут, знаешь, это очень, ну, важный класс. И тут бойцы решили, а у Володи есть подшефные, интернет глухонемых, они их, ну, они где-то там на линии, прям, знаешь, недалеко от, это самое, от боевых действий, и они их все время как бы, ну, там что-то им привозят. И вот тут бойцы решили собраться деньгами и прикупить им, но Володя говорит, я не люблю слово гуманитарная помощь, я люблю слово подгон, знаешь, и решили им сделать подгон, накупили там им всего, знаешь, вот именно бойцы, дети им, а бойцы вот со своих там скинули что-то, и вот, значит, закупили им какие-то там подарки, не знаю что, знаешь, что нужно. Вот, ну, прикольно, очень красивая была акция, я так прям, знаешь, аж проследилась, когда вот парень этот привез, там эти чуки, знаешь, какие-то, а Володь должен был перевезти уже туда, где эти. В общем, вот такая вот классная ситуация, мне так очень понравилось. Ну, и, кстати, напомнить, что в Дружинниках, есть в Телеграме, закрепленное сообщение, ну, вы знаете, что делать, потому что сейчас очень, все очень надо. В прошлый раз Володя очень сильно благодарил меня, говорит, прям так вовремя, надо было выкупить обезбол, и говорит, а у меня уже все, уже денег нет, а вот обезбол мне оставили, а это тот, который хороший, ну, который им больше нравится, понял, да, вот, который работает лучше, чем то, что предлагается, допустим, и он говорит, и я прям вот, вот сижу и думаю, где же мне взять деньги, тут звонить малый, говорит, ты знаешь, папа, там, и говорит, много набежало, как раз хватило выкупить обезбол, поэтому он большое спасибо вам передает, все, кто откликнулся тогда, и еще в этот раз тоже, пожалуйста, не забывайте о нем, все, все сказал. Ну что, в принципе, все, что хотели, мы обсудили, по Бриксу все понятно, я считаю, ну, грандиозное событие планетарного масштаба, которое показало всей планете, куда будет двигаться планетарное большинство. Эти подонки, гаденыши, и всякая остальная, там, маразматики западные, со всеми своими лживыми этими тезисами, вот, они очень сильно, конечно, расстроились, потому что, если все это осуществится, ну, однозначно осуществится, я убежден, кормление у них будет очень-очень схудное, скорее всего, не выжило. Раз. Второе, по поводу того, что сейчас происходит на СВО, ну, вот, я смотрю, ты знаешь, как-то ускоряется, 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 ну, большое ощущение, что все равно, мое, до сих пор я убежден, что до конца года должно закончиться вот эти все, ну, такие основные боевые действия, и где-то следующие полгода какие-то будут всякие флуктуации, но я думаю, что к весне, 25-му году, уже будет оформлено окончательно. А вот, и судя по всему, мы все равно выходим на капитуляцию, и, соответственно, будем забирать много чего. Единственный вопрос, что нам делать с этими людьми? Потому что огромное количество людей будет, которые будут, в общем-то, ты знаешь, с тараканами в голове. Леш, ты сам сказал, что с ними делать. Вот, смотреть вот такие фильмы. Да, 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 это будет шок, конечно, для многих. Я думаю, что да, это будет, кстати, очень большая прививка, такая, ты знаешь, прям мощная, и аргумент для всех тех, кто будет в каких-то около кухонных баталиях биться с украинством. После этого фильма биться не придется. Все будут открещиваться, как могут. Я думаю, может быть, это переформатировать. Но здесь есть, опять же, смотри, какой нюанс. Все-таки вот эта вот, как бы, назовем ее украинская ментальность, хуторянская, вот сейчас она сконцентрирована на Украине в максимальных количествах. То есть, те пассионарии, которые были, они, соответственно, погибли на фронте и с одной, и с социалистической стороны, и с другой стороны. И русский дух определенный, который был, он, судя по всему, он сейчас в основном и погиб на фронте, либо уехал из страны. И получается, мы получаем такой бульон хуторянской национальности, хуторянской ментальности, который сможем ли мы переварить? Нужно ли нам это, вот в этой концентрации? Сможем ли это мы впоследствии как бы пустить на благое дело? Или мы получим пятую колонну, которая будет токсична изнутри? Вот здесь надо хорошо думать. Возможно, этот фильм какую-то часть народу спасет. Но основное, вот мое ощущение, что надо, чтобы они как бы пережили вот этот вот кризисный период в небольшой стране под какой-нибудь названием, там, я не знаю, Полесь, ну, не Полесье там, что там у них, какая-нибудь Киевская Русь, как они там это назовут, чтобы они там как-то переварились, потому что это проблема будет. Ну, ладно. По поводу СВО, судя по всему, все идет достаточно по плану. Корейцы прибудут, я думаю, что раз их приглашают, знают, чем они будут заниматься. Наши, судя по всех методическим рисункам и по стратегическим замыслам, ребята очень умные, круче, судя по всему, кроме нас сейчас на планете никого нет, с точки зрения результата. Ну, и дальше что? Каток катится, каток неумолимо решает свою задачу, куда идет он знает, звезду мы держим, Карфаген, памперсы меняет, то есть пока все идет по плану. Спасибо, Леш, большое. До встречи в эфире. Всем спасибо, кто дослушал. Мы сегодня немножко даже дольше, чем обычно. О, блин. Да, всем пока. Ну, хорошо, давно не видели. Ну, да. Ну, всем пока-пока. Спасибо за внимание. До встречи в эфире. Счастливо. Спасибо. Спасибо. Спасибо.